Сборник Велера Велера всегда интересовала роль социального аутсайдера. Он вынужденно часто бывал в этой роли, потому что он не хотел зарабатывать на жизнь продажи и дара, поэтому занимался рискованной и опасной работой вплоть до перегонов скота или некоторое время работал электропилой, на чем заработал огромный шрам через все. Велер много раз выпадал из социума, и он не хотел в этом социуме жить. Когда он зарабатывал кладкой каминов в Эстонии или когда он занимался разной степени тяжелыми физическими строительными работами, он зато покупал независимость. Я не думаю, что бомж – это привлекательный для него статус, но вот хочу быть дворником – это да. Хочу заниматься чем-то, что не занимает мою душу, чтобы душа моя была свободна для размышления об энергоэволюционизме. Это так. И потом Велер, понимаете, он всей своей ролью, всей своей функцией, он аутсайдер литературного процесса, потому что он лидер по природе. Признавать его лидером не особенно хотят, и тогда он предпочитает быть аутсайдером, таким одиночкой. Я думаю, что правота его теории и стилистические его заслуги огромные, они уже частично признаны и будут признаны гораздо полнее в будущем. А пока он может позволить себе стоять в стороне и наблюдать за роем мошкары, которая там на поддельное пламя литит. И это не значит, что я согласен со всеми его идеями. Со множеством его идей я радикально не согласен. Но он человек прозорливый, проницательный, очень умный. Да и потом он просто писатель замечает. Я люблю таких вот, я не скажу аутсайдеров. Аутсайдер по Кингу – это всё равно травмированный, драматический человек. И про Виллера я бы этого не сказал. Наоборот, он вовсе очень хорошо и с самооценкой, и с гармоничной жизнью, кстати говоря. Но я бы всё-таки… Мне интереснее человек со стороны… Ну, маргинал, человек пограничный, нежели человек стаи. Это понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова